Добрый день всем тем, кто участвует в сегодняшней пресс-конференции со стороны СМИ. Добрый день всем, кто нас смотрит сегодня через переезд Киеву, Омегу, Инфотак и других. Так получилось, что в этот же момент происходит, проходит и брифинг Габурича с Туском. Я думаю, что те, кто будет смотреть нашу пресс-конференцию, а не брифинг Габурича и Туска, особо ничего не потеряют, потому что уверен, что там будут такие же стерильные заявления, которые были раньше. Как говорится, визит ни о чем. Я бы сейчас про Турцкое. Мне же хотелось бы сегодня остановиться все-таки на актуальных вопросах, которые нас ожидают в ближайшее время. Это местные выборы. И местные выборы в первую очередь в Кишиневе, в столице. Потому что от местных выборов зависит очень многое. Власть можно менять и нужно менять. И начинать это надо делать на местах. Только поменяв власть на местах, можно в конечном итоге будет поменять власть во всей стране. Тема сегодняшней пресс-конференции заявлена следующая. Только ПКРМ, только Киртока. Или почему в муниципальном совете Кишинева не будет коммунистов? Ну, я думаю, что все прекрасно понимаете, что это некая такая ирония. Только ПКРМ, только Киртока. Мы помним все прекрасно тот лозунг, с которым шла партия коммунистов на выборы. Только ПКРМ, только Воронин. Но уже, по-моему, даже не смешно то, что происходит. Мы неоднократно заявляли, в том числе и до парламентских выборов, что руководство ПКРМ фактически захвачено стипендиатами Плохотнюка. И Воронин, и Рейдман, и Витюк, и ряд других представителей руководства ПКРМ целенаправленно ввели партию коммунистов к поражению на парламентских выборах. И результат говорит сам за себя. И то, что происходило до парламентских выборов, устранение из партии коммунистов, тех, кто боролся с режимом Плохотнюка-Филата последние пять лет, все это делалось не случайно, делалось для того, чтобы создать сегодняшнюю коалицию вместе с Плохотнюком, вместе с Филатом, вместе со всеми теми негодяями, которые грабили страну последние пять лет. Войдя в сговор с ними на центральном уровне, поддержав правительство Габурище, проголосовав за программу деятельности этого правительства, фактически ПКРМ является частью власти, являются соучастниками всех тех преступлений, которые сегодня происходят и творятся в стране. Вот, к сожалению, на этом Владимир Николаевич не останавливается. И то, что они устроили на центральном уровне, на республиканском уровне, в парламенте, они собираются сделать и на местах. Так, партию, фактически партию коммунистов хотят слить окончательно, и я думаю, что и сам Воронин уже понимает, что это последние выборы и парламентские для него, и для партии, наверное, в некоторых населенных пунктах и в некоторых районах республики это просто последние выборы для партии коммунистов. Многие коммунисты уходят из партии, настоящие коммунисты, ветераны партии. И это, конечно же, самая настоящая трагедия и для ПКРМ, и для всех тех сторонников избирателей, которые доверяли голоса ПКРМ все последние годы. Выдвижение на должность, на кандидата в генпримара Кишинева со стороны ПКРМ Василия Киртуаки я расцениваю как просто плевок в сторону всех настоящих коммунистов, которые еще остались в партии. Это самое настоящее оскорбление. Потому что абсолютно уверен, абсолютно убежден, что Василий Киртуака это совместная кандидатура Владимира Воронина и Плохотнюка. И даже если Демпартия выдвинет какую-то кандидатуру, она будет участвовать абсолютно формально в этих выборах, ставка делается на Киртоку. Еще раз повторюсь, это общая кандидатура Воронина и Плохотнюка. Абсолютно устраивает Киртока. Он бизнесмен, крупный бизнесмен, значит очень уязвим перед всей репрессивной машиной Плохотнюка, которая сегодня выстроена в стране. Речь идет и о прокуратуре, и о центре по борьбе с коррупцией и т.д. Вообще, многие коммунисты задаются вопросом, а какое отношение Киртока, толстосум Киртока имеет вообще к коммунистам и к партии коммунистов. Я понимаю, если бы Киртоку выдвинули партии правого толка, которые, как известно, во всем мире представляют интересы крупного капитала, но Киртоку выдвигает партия коммунистов, которая должна представлять интересы вообще-то людей труда, а не крупного капитала. Но в случае с Владимиром Николаевичем Ворониным, по-моему, уже полностью происходит вырождение. И всего, что связано с партией коммунистов, это очень печально. Вообще, этот аргумент о том, что мы выдвигаем крупного бизнесмена, успешного и т.д. Давайте вспомним, как все начиналось. Более 100 тысяч граждан страны Более 100 тысяч граждан страны отдали свои боны народного достояния в начале 90-х в инвестиционный фонд ДАК-Инвест. Думаю, те, кто смотрят сейчас эту трансляцию, или потом будут смотреть эту пресс-конференцию, многие, наверное, и сами сдавали свои боны в этот ДАК-Инвест господина Киртоке. На эти боны было куплено пакет акций более 190 предприятий. Потом часть этих пакетов продавались, перепродавались, активы выводились через офшоры и т.д. И в конечном итоге появился успешный бизнесмен, миллионер, господин Киртока. А где более 100 тысяч акционеров того фонда ДАК-Инвест, которые сдали свои боны народного достояния в этот фонд? Давайте не будем забывать, как кто становился успешным бизнесменом. Поэтому я считаю, что это самое настоящее вырождение для партии и оскорбление для всех коммунистов выдвижения именно вот таких персонажей кандидатами на мэры столицы. Я хотел бы, пользуясь случаем, призвать и всех настоящих коммунистов не молчать, сопротивляться, говорить все, что вы думаете Воронину, Рейдману, Витюку и всем, кто там сегодня захватил руководство ПКРМ, говорить все в лицо. Не надо на кухнях, не надо где-то между собой. Мы все прекрасно все понимаем, все видим, все знаем. Я знаю, что многие так и поступают, и говорят это в лицо Воронину, когда он ездит по районам. Надо сопротивляться, потому что вас используют. В том числе сейчас в этой предвыборной кампании за Василия Кирток. Более 20 тысяч коммунистов, как заявляется в партии, неужели нельзя было найти одного достойного, который мог бы быть выдвинут кандидатом в примары в столице. Многие также нас спрашивают, а почему вы, находясь в ПКРМ, тогда не сопротивлялись? И вот так вот на самом деле все обстояло намного сложнее. Хочу, опять же, пользуясь случаем этой пресс-конференции, сегодня дать огласке, очень, как мне кажется, показательный документ, внутрипартийный. Прошел ровно год с того момента, как я написал письмо в руководство партии, открытое такое письмо в рамках политисполкома относительно деятельности муниципальной фракции ПКРМ в Монсовете Кишинева. И, если позволите, я зачитаю это письмо, и потом расскажу, какие были последствия. Это письмо будет, я обязательно его дам всем журналистам. Значит, о деятельности фракции ПКРМ в Муниципальном свете Кишинева. Уважаемый Владимир Николаевич, считаю своим долгом проинформировать вас о возмутительных фактах, происходящих вокруг деятельности фракции ПКРМ в Муниципальном свете Кишинева. Ситуация зашла уже слишком далеко. В партийных организациях Кишинева коммунисты открыто возмущаются действиями нашей фракции в Монсовете. Фракция ПКРМ стала палочкой-выручалочкой для решения имущественных, финансовых и земельных вопросов для либералов. Взамен решаются свои местечковые вопросы. Распиливаются земельные участки. Своим, в кавычках, организациям передается в аренду с правом приватизации муниципальная собственность. Уровень коррупционных, непрозрачных сделок и схем с участием нашей фракции просто зашкаливает. Самое возмутительное, что сговор с либералами и воровство муниципальной собственности открыто объясняется некоторыми представителями руководства фракции тем, что они помогают партии. Так, на встрече с комсомольским активом Чекан член Совета фракции Валерий Верджилович Цирдя объяснил голосование коммунистов с либералами по имущественным вопросам тем, что партии нужна помощь. На прямой вопрос, почему наша фракция проголосовала за выделение в центре города помещений для румынской радиостанции «Радио Кишино», а также для режиссера документального антикоммунистического фильма фальшивки «Голгофа Бессарабии», всему активу комсомола было заявлено, что взамен на это голосование в телеканалах ЧНТВ получит помещение, что этим вопросом занимается Григорий Петренко, что он уже выбирает помещение, дав тем самым понять, что я лично стою за спиной подобного рода сомнительных и коррупционных голосований. Фактически телеканалам и мной лично попытались публично прикрыть целый ряд откровенных афер. Считаю, что руководство фракции ПКРМ в Мунсовете заигралось и перешло все допустимые границы. Во фракции создан искусственный орган Совет Фракции, который вместо фракции принимает решения по большинству вопросов. Часть советников от ПКРМ получают неофициальную мзду в конвертах от руководства фракции за правильное голосование. Уверен, что многие из этих фактов еще всплывут в предвыборной кампании и будут использованы против нас. Большей дискредитацией ПКРМ в Кишиневе сложно себе представить. Голосования в Муниципальном Совете Кишинева показывают, что наша фракция в состоянии успешно решать лишь имущественные вопросы. Ни один политический вопрос, либо вопрос стратегического значения для развития столицы, который можно было бы использовать в противовес политике Киртуака, не набирает необходимого большинства. Считаю, что необходима серьезная дискуссия на политисполкоме относительно работы нашей фракции в Мунсовете Кишинева. Предлагаю предварительно провести детальный анализ всех голосований нашей фракции в Совете. Данная обобщенная информация может быть представлена на рассмотрение членов полицеполкома. Если вышеизложенные факты подтвердятся, считаю, что мы должны проявить принципиальность и показательно исключить из партии, замешанных в коррупции лиц из Муниципального Совета. Партия от этого только выиграет, а общество получит сигнал, что мы не собираемся мириться с коррупцией, в том числе и в собственных рядах. Член полицеполкома ЦК ПКРМ Григорий Петренко, 4 марта 2014 года. Год назад практически ровно. Это к вопросу о сопротивлении внутри ПКРМ. На самом деле, то, что последовало после подобного рода письма, меня сегодня уже не удивляет. Но могу сказать, что все те, кто замешан был в коррупционных схемах, в распилах и так далее, в Муниципальном Совете, сегодня были продвинуты депутатами парламента. Я говорю про Бориса Головина, председателя фракции ПКРМ в Муниципальном Совете. Валерий Верджилович Цирдя возглавил районную партийную организацию ЧКАМ. А те, кто поднимали эти вопросы о коррупционных схемах, сговоре с либералами, сегодня оказываются предатели. Поэтому, еще раз хочу сказать, надо сопротивляться в любом случае, надо выявлять всех этих перевертышей, которые одеты сегодня в... прикрываются коммунистическим брендом. И именно поэтому я считаю, что даже если пройдет пять человек от ПКРМ в Муниципальный Совет, коммунистов там не будет. в этой связи, вот то, что учитывая то, что содержание того письма прошлогоднего, я считаю, что так или иначе все эти схемы надо выявлять в этой предвыборной компании. Надо их высветить. И мы будем это делать каждую неделю. Каждую неделю жители Кишинева будут узнавать о тех фактах, которые творились последние четыре года в Мунсовете. Я считаю, что нужен независимый международный аудит по всем тем решениям, по имущественным вопросам, которые решались за последние пять лет в Кишиневе. И не только, может быть, пять лет. Пусть это будет Кролл или кто-то другой, но выявится очень много интересных вещей. Я хотел бы обратиться также к представителям общественных организаций. Надо требовать совместно проведения подобного международного аудита всех решений Муниципального Совета Кишинева уже сейчас. Я вас уверяю, что очень много интересного всплывет. И по передаче муниципальной собственности непонятным организациям и непонятным лицам. И по земельным вопросам, по распилу земель в зеленых зонах, в парках и так далее. Сейчас самое время дать по рукам всем этим ворам, как бы они себя не называли сегодня. Коммунистами, либералами, либерал-демократами, демократами. И хочется верить, что в этой предвыборной кампании люди дадут свою оценку всему тому, что происходило последние годы в Кишиневе, в столице. Это все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Скажите, пожалуйста, как вы расценили эти шансы, что Ракима Урикян выделил РДП и Дарина Киртуаку на месте Курток? Я думаю, что господин Урикян ничем не лучше ни Киртуак, ни кого там Киртоке уже можно запутаться. Мы помним прекрасно то время, когда господин Урикян был генеральным примаром города. Помним те распилы, которые были земельных участков, те уголовные дела, которые были заведены тогда относительно приобретения машин скорой помощи и так далее по завышенным ценам. Мы помним, что те же коррупционные схемы существовали и при Урикяне. Ну а если так вспомнить его предвыборные ролики, я думаю, что обязательно надо будет вспомнить предвыборную компанию Урикян гарантиаза. Урикян гарантиаза «Чинсути де евро» пенсия медиа пиццар салариум Урикян гарантиаза «Тресути де евро» пенсия. Вот. Где этот Урикян? Он сегодня во власти, он сегодня руководит счетной палатой, он сегодня член либеральной демократической партии. Вот. Где эти гарантии? Поэтому и где эти пенсии за 300 евро и зарплаты 500 евро. Думаю, что надо переставать думать, что такие персонажи, как Урикян могут что-то изменить в Кишиневе. Хотя на фоне Киртуака уже, по-моему, и Павличенко будет, наверное, лучшим примаром. Просто Урикян и этот очередной сегодня будет использоваться ЛДПМ как кандидат, который мог бы провести в совет хотя бы 5 человек или 6 человек. И все. Они понимают, что выдвинув другого, они могут набрать и меньше даже. Вот и все. То есть это, я думаю, что была чистая прагматика для того, чтобы максимально провести в совет. Но опять же, это иллюзия, то, что Урикян сегодня является локомотивом. Урикян сегодня является тормозом и для ЛДПМ и будет тормозом для Кишинева. Нужны новые люди, нужна новая власть, нужны те, кто не замешан на протяжении всех этих лет ни в каких коррупционных схемах, ни в каких распилах, ни в каком воровстве государственной и муниципальной собственности. О Урикяне мы такого сказать не можем. Насильный Киртуакин, даже не хочется комментировать. Раньше ему мешали коммунисты, потом мешал Альянс, сейчас уже не знаю, что он придумает, кто ему там мешает или что. То, как выглядит сегодня Кишинев, достаточно пройтись по центральной улице Штефан Чалмарь и можно посмотреть, есть в городе хозяин или нет. Это не европейская столица, о которой говорил Киртуак. Потому что ни в одной европейской столице я не видел, чтобы центр города был перерыт, отсутствовал тротуар и люди спотыкались машиной на центральной улице. я думаю, что все обо всем об этом будет неоднократно еще сказано в предвыборной кампании. Но я думаю, что Киртуак это уже прошлый день и для Кишинева и для страны в целом. Еще раз повторюсь, нужны новые люди, нужна новая власть, нужны люди принципиальные, бескомпромиссные, не марионетки Плохотнюков и Филатов Воронина, не Толстосумы, которые типа Киртоки Василия. Нужны люди, которые смогут качественно изменить ситуацию в городе. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Если нужно письмо.